Сосудистые центры в период пандемии работают почти в обычном режиме. Неотложную помощь оказывают и всем пациентам с инфарктом и инсультом. Если у человека подозрение на коронавирус, его изолируют и лечат, соблюдая меры безопасности. За работой врачей наблюдала Анна Братушкина. Виктор Николаевич рассказывает врачу о самочувствии. Два дня назад у мужчины прихватило сердце. Думал, пройдет, но становилось все хуже. Пришлось вызвать скорую. Врачи диагностировали инфаркт и отвезли пациента в региональный сосудистый центр. Я просто поразился этой экстренностью. Быстро все, у меня такая ситуация в стране, да, карантин и прочее. И вдруг так все быстро, быстро, быстро. Сейчас в Новосибирске четыре сосудистых центра. Здесь помогают пациентам с инфарктом и инсультом. Целая команда врачей работает как единый механизм. Скорая помощь на такие вызовы отправляет специальную бригаду. Фельдшеры после осмотра звонят в ближайший сосудистый центр. И пока пациента везут, врачи в больнице готовят трентгеноперационную. Именно здесь таким пациентам спасают жизнь, убирают тромбы и протезируют артерии. Врачи рассказывают, в период пандемии работают почти в обычном режиме. Ничего не изменилось. К сожалению, пациенты как болели сердцем и сосудами головы, так продолжают болеть. Первый квартал прошел, я вам доглажил, да, ситуация не меняется, количество пациентов даже чуть-чуть больше. Если у нас поступает пациент в сосудистый центр подозрительный на ковидную инфекцию, он в первую очередь изолируется. Ему оказывается в таком же объеме вся необходимая специализированная помощь, используя все противоэпидемиологические мероприятия. Ну и обследование пациента на ковидную проводится в том объеме, в котором это необходимо. Процедуры в операционной проводят всего за 20 минут. И если пациент быстро восстанавливается, выписывают буквально через три дня. Бывают, конечно, детали, когда человек, допустим, сильно полный или сильно худой, или у него сердце может быть вообще в другую сторону повернуто. Тогда бывают проблемы, но некоторые вопросы, как процедура затягивается. За год в областной больнице лечат тысячу пациентов с инфарктом и 500 с инсультом. Одна рентгеноперационная не справлялась с потоком. Недавно оборудовали вторую. Теперь можно одновременно помогать сразу двум пациентам. Анна Братушкина и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok